Громовой камень Для первой партии рекомендуется воспользоваться базовым набором карт для игры. Впоследствии игроки смогут формировать набор карт перед игрой самостоятельно. Карты монстров используемых типов формируют общую колоду. Это колода подземелья. Громовой камень замешивается среди нижних десяти штук. Три верхние карты открываются рядом с колодой. Это коридор подземелья. Герои в стопках раскладываются по уровню. Шесть карт первого, ниже четыре второго и, наконец, две карты третьего уровня героя. Карты болезней помещаются отдельно от остальных, рядом с жетонами опыта. Все остальные карты в игре, включая карты героев, называются деревней. Стартовая колода каждого игрока — шесть ополченцев, два факела, два кинжала и две единицы припасов. Все они перемешиваются, и игрок набирает в руку шесть штук. Игроки ходят по очереди, а в свой ход они должны выбрать один из трех доступных вариантов действий. Для начала игрок может посетить деревню. При посещении деревни игрок раскрывает все карты с руки. По желанию можно использовать любые карты, чьи эффекты начинаются со слова «деревня». Наверху каждой карты указан доход, который она предоставляет. Сложив эти числа, подсчитывается золотой запас игрока. На эти деньги игрок может купить одну любую карту в деревне, чья стоимость не превышает текущий золотой запас. Купленная карта вместе с остальными отправляется в личный сброс игрока, а он добирает шесть новых из колоды. Если карт не хватит, личный сброс перемешается, и игрок доберет недостающий. Также, находясь в деревне, игрок может улучшить любых раскрытых героев. Если игрок набрал необходимое число жетонов опыта, указанное на карте героя, он возвращает эту карту в коробку, а взамен берет карту героя более высокого уровня из соответствующей стопки. Вместо посещения деревни игрок может спуститься в подземелье. Раскрыв все карты с руки, он может использовать любые карты, чьи эффекты начинаются со слова «подземелье». Каждого героя можно снарядить одним оружием, если его требования не превышают силы персонажа. Затем игрок выбирает одного из трех монстров в подземелье, и начинается битва. Все раскрытые с руки игрока герои в ней действуют сообща. Сила героев и бонусы атаки от любых использованных карт суммируются. Затем подсчитывается штраф освещенности. По умолчанию он равен единице за каждый ряд подземелья. Чем ближе к поверхности, тем светлее. Каждый значок освещенности на картах игрока уменьшает этот штраф. Разыгрываются все специальные эффекты на карточках монстров. И, наконец, общая сила атаки игрока минус штраф освещенности умноженной на 2 сравнивается со здоровьем монстра. Если силы оказалось недостаточно, монстр уходит вглубь подземелья, то есть под низ колоды. А если силы достаточно или больше, карта побежденного монстра уходит в личный сброс игрока. Он же получает указанное на карте число опыта. В любом случае, после битвы коридор снова пополняется до трех карт. В конце хода все карты игрока отправляются в личный сброс, и он набирает 6 новых, как и в деревне. Наконец, игрок может потратить свой ход на отдых. При этом игрок может выбрать одну из карт и вернуть ее в коробку. Это хороший способ избавиться от негативных карт, например, болезни. Игра подойдет к концу, как только громовой камень окажется в первом ряду коридора подземелья. Если лежащего перед ним монстра победил один из игроков, то он забирает эту карту себе. В противном случае камень не достается никому. Каждый игрок подсчитывает победные очки среди всех полученных им за игру карт, и определяется победитель. Громовой камень — это интересная вариация на тему колода строительных игр, представленная в виде самого настоящего ролевого приключения. Ее реиграбельность за счет большого количества карт ну очень высока. Продолжение следует...